В этом году во второй раз парламент Тверской области становится площадкой, на которой православная церковь и депутаты обсуждают совместное действие по сохранению традиционных ценностей, исповедуемых многонациональным народом России. В законодательном собрании вновь прошли фадеевские встречи. Подробности уношу корреспондента. Тема вторых фадеевских парламентских встреч в рамках 11-х фадеевских образовательных чтений — историко-культурная память как средство формирования нравственных ценностей. Как совместными усилиями государства и православия повлиять на ценностные ориентации, на модели поведения членов нашего общества. В своих докладах участники осветили актуальные вопросы духовно-нравственного становления личности, меры и методы поддержки семьи и детства, роль педагогов в процессе нравственного воспитания. Церковь сегодня занимает очень активную позицию по многим злободневным вопросам, которые требуют своего разрешения. Церковь, к слову сказать, очень много говорила о необходимости воспитания в школах. Мы знаем о том, что, к сожалению, на многие годы воспитательная функция была у школ отнята. И сейчас мы возвращаемся к тому, о чем церковь трубила буквально с самых высоких трибун. Кроме того, были затронуты вопросы, связанные с участием законодательных органов власти региона в сохранении историко-культурной памяти. Подводя итоги вторых парламентских встреч, спикер законодательного собрания Сергей Голубев отметил, что против нашей страны ведется информационная война с задачей разрушить культурно-нравственный код. И на этом направлении содружество и взаимодействие государства и православной церкви – одна из составляющих нашей победы. Законодательное собрание Тверской области будет продолжать взаимодействовать с Тверской и Кашинской метрополией, с митрополитом Авросий. Подняты были очень острые вопросы, которые касались нашей региональной политики по охране материнства и детства, по расширению поддержки многодетных семей. Все эти идеи будут зафиксированы, безусловно, мы их обсудим с губернатором для того, чтобы определить самый правильный вектор решения этих проблем. По завершении встречи собравшиеся решили продолжать взаимодействие в рамках парламентских встреч, культурных и образовательных мероприятий с участием епархии Тверской метрополии Русской православной церкви, а также другими общественными организациями, придерживающимися традиционных моральных ценностей. Парламентская площадка открыта для дискуссий и обсуждений самых актуальных вопросов. Продолжение следует...